Жалко, но надо. Из новенького гладкого асфальта на проспекте текстильщиков рабочие аккуратно вырезают фрагменты, чтобы отнести на пробу. Прежде чем дорогу примут, нужно провести исследование. На вид все нормально. Минимум 6 сантиметров асфальта есть гранитная крошка. Все ли соответствует ГОСТ, будет известно через неделю. Протяженность порядка 910 метров по двум сторонам проспекта текстильщиков это 22 тысячи квадратов. По контракту подрядчик должен выполнить более 55 тысяч квадратов. 22,5 миллиона рублей, практически одна треть ушла на этот участок улицы. Если будет сделано плохо, подрядчик переделает. Проверку традиционно инициирует Общероссийский народный фронт. Они же ходят по тротуару с линейкой и отсматривают нарушения. Здесь, например, нашли. Возник такой перепад. Порядка 5,5 сантиметра. Нарушение. Как нас увидели, что это будет все сделано в ближайшее время. Еще потому, что здесь действительно ходят люди из коляскими, мамочки. И инвалиды могут приедать. И так далее. То есть это проблема в участках. Мы думаем, что в ближайшее время будет забыть. На устранение нарушений у подрядчика будет неделя. А вот залатать дыру в асфальте нужно уже сегодня. Местные жители велят проверять тщательнее. И просят обратить внимание на тротуары. С ними тоже проблема. Асфальт плохой. В дождь образуются глубокие лужи. Такие огромные выбоины. Вот точно по коленке. Ну что это это? А был депутат, там собрание делал. Встреча была с ним. А результат так и остался. И весь асфальт выбоинных. Вот посмотрите. После дождя. Это же лужи. Мы все вот так вот обходим. Что-то на это никто даже внимания не просчитывает. А вот для машин сделали. А для людей-то... В этом году на карту убитых дорог ОНФ жители внесли 150 объектов. В прошлом еще более 500. Дороги ремонтируют, конечно, но в меньшем объеме, чем хотелось бы. Жители Ивановской области, города Иваново, отмечают участки дорог, которые бы они хотели видеть отремонтированы в первую очередь. Люди начинают голосовать. Вот по результатам голосования мы уже связываемся с администрацией города, с департамент дорожного хозяйства. И наставим на то, чтобы вот именно эти дороги были отремонтированы в первую очередь. И сегодня мы видим, что эта дорога отремонтирована. В областном центре в летний сезон шел большой дорожный ремонт. На Лежневской, загородном шоссе, шоссе энергетиков работы уже закончены. Сейчас как раз в Адмире находятся такие объекты, как стоянка на станкостроителей. Это в районе 8-й женской поликлиники. Улица Велишская. И текстильщиков, как мы с вами наблюдали. Еще предстоит доделать порядка трех объектов. Теперь на текстильщиков появилась другая проблема. С хорошим асфальтом проспект в обе стороны похож на взлетную полосу. Соответственно, водители этим и пользуются. Задача мэрии – подумать, где лучше всего установить лежачих полицейских и соответствующие знаки. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова.